Привет, друзья! Друзья, с вами Владимир Шемет. Как вы знаете, сейчас нахожусь на отдыхе в Шерм-эль-Шейхе в отеле Альбатроса Акваблю 4 звезды. И в этом видео, друзья, я вам покажу обзор данного отеля. Значит, смотрите, за моей спиной находится главный вход, въезд в этот отель. Их в отеле несколько, но вот именно за моей спиной главный вход. От него мы и начнем этот обзор. Итак, давайте сразу сориентирую вас по обзору. Значит, сейчас я вам показываю территорию отеля. То есть покажу часть номерного фонда после этого. А, да, будем идти, и во время того, когда я буду вам показывать номерной фонд, буду показывать и снаружи бары и рестораны. Отдельный обзор питания будет в других моих видео, так что обязательно их посмотрите. И после территории я вам покажу горки, которые есть на территории Акваблю 4 звезды. Потому что есть еще один отель Альбатрос Аквапарк 5 звезд. Он находится, условно говоря, через дорогу. И туристы, которые отдыхают в отеле 4 звезды, могут кататься на горках 5 звезд. Но об этом всем я более детально и подробно расскажу вам дальше в этом видео. В общем, подписывайтесь на канал и погнали! Так, друзья, вот смотрите. Сейчас вы видите перед собой номерной фонд отеля, который расположен возле ресторана Кулина. Вот этот ресторан. Слева, вот, вверху его терраса. Над рестораном, видите, такие купола. Значит, в принципе, это относительно тихая часть отеля. То есть, ну, наверное, если вы хотите, чтобы поменьше слышалась музыка, наверное, будет, конечно, удобнее выбирать номер себе в этой части. Но, с другой стороны, рядом дорога за этими номерами. И, естественно, как бы, ну, шум от машин может быть слышен в этот номер. Но, опять-таки, мы живем не в этой части, друзья. Мы живем в другой части номерного фонда. И более детально я вам могу рассказать за другую часть номерного фонда. Потому что все-таки в этой части мы не жили. Смотрите, вот идет дорога, которая разделяет отель, условно говоря, на две части. Слева от дороги идет номерной фонд отеля. Основной номерной фонд отеля. То есть, тут большая часть номеров расположена. А справа, друзья, идет инфраструктурная часть отеля. То есть, именно те горки, аквапарк, все находится вот с правой части. Кроме того, друзья, есть и отдельно стоящие бунгало. Вот они, такого типа, видите, деревянные домики. Они есть и возле аквапарка, и есть с другой стороны, там, где находится основной номерной фонд, такие домики. Вот. Там, я не знаю, как внутри этих домиков. В общем, видимо, по стоимости они, скорее всего, выше идут. Ну, это при необходимости запрашивается, как бы. В этом сложности нет, если есть желание жить именно конкретно в этих домиках, отдельно стоящих. Значит, все здания, ну, номерного фонда, двухэтажные. То есть, первый этаж и второй этаж. Значит, возле всех корпусов, практически возле всех корпусов, есть свой бассейн. Давайте сейчас пройдемся немножко дальше, и я вам покажу, как выглядит этот бассейн. Мы, кстати, живем вот слева корпус. В этом корпусе наш балкон выходит вон туда, на тот бассейн. Но, чтобы зайти в наш номер, нам нужно обойти этот корпус с другой стороны. С одной точки зрения получается тоже, кстати, удобно, потому что, в принципе, ну, с закрытым балконом вообще туда ничего не слышно. Вот, если балкон, конечно, открытый, то музыка и все остальное будет, конечно, слышно и в номер. И вот мы подходим к бассейну, одному из бассейнов, который есть возле номерного фонда. То есть, если вы не хотите идти в аквапарк, вы выходите сюда, сразу вот из номера можете выйти, и у вас вот такой вот бассейн. Есть больше, есть меньше, в принципе, возле каждого корпуса практически есть бассейн. Глубина бассейна 110 сантиметров. Водичка прохладная, сразу говорю, в бассейнах водичка прохладная, зимой она, конечно, будет подогреваться, но я столкнулся с ситуацией, что турагенты либо обманывают, либо, ну, просто, как бы, туристам вешают лапшу на уши, что подогрев в бассейнах есть. Ну, он действительно есть, но только когда его включит отель, турагент, ну, не может знать. И они вот таким вот образом обманывают туристов. В среднем подогрев бассейна включают в конце ноября, начало декабря. Это плюс-минус, и информация не постоянная. Ну, конечно, возле бассейна есть шезлонги, зонтики. Вот, именно на территории отеля шезлонги, зонтики, конечно, в хорошем состоянии, нормальном. Вернее, нормальном, друзья, давайте так, нормальном. Они не супер-пупел, но нормальные. И есть вот такие павильоны. Они, друзья, бесплатные. Это радует. Дальше. Вот у нас здание такое полукруглое, вернее, даже круглое. Это здание, в котором находится ресепшн. И на втором этаже, в принципе, есть номерной фон. Да, и на первом этаже тоже есть номерной фон. Это для тех туристов, которым нужен очень близко бар. И которым, не важно, по поводу шумов. Потому что, смотрите, дальше я вам это все покажу. Внутри этого круглого здания, то есть, есть открытая площадка. И там, друзья, проводится анимация. Это очень громкая. Ну и, в принципе, я не знаю, часов до 10, наверное, это 100%. Там играет громкая музыка. Там различные вечерние программы проводятся. Даже в период пандемии анимация есть. И, кстати, для Египта, для Египта, это еще очень хорошая анимация. Итак, смотрите, значит, вот мы дошли почти до ресторана Медитиран. И дальше, друзья, я сейчас уже не пойду именно в этой части видео. Я сейчас поверну, пройдемся через холл, там, где туристы проходят регистрацию. Потому что, в принципе, там находится номерной фонд и ресторан. А ресторан я вам показывал в отдельном своем видео, то есть, именно обзор этого ресторана. Питание, завтрак, обед, ужин, я все вам показал. Поэтому мы сейчас уже пойдем смотреть именно инфраструктуру и горки. Именно самое главное то, что есть в этом отеле. Так, вот он, вход в холл. Смотрите, есть электронные, разлежные двери. Ну и можно, конечно, зайти через обычную дверь. Так, холл отеля, друзья. Я, кстати, специально встал раньше, чтобы сделать вам обзор. Что радует, друзья? Живые цветы. Это для Египта не обыкновенная роскошь, чтобы вы понимали. Естественно, полно всяких дезинфекторов. Вот этот дезинфектор, салфетки. И вот наш ресепшн. Тут туристы регистрируют свое проживание и получают пакет документов для проживания. То есть карточки для полотенец и ключи от номера. Смотрите, слева от ресепшена есть бар. Тут вы можете сделать себе, вернее, не вы себе можете сделать, а вам сделают кофе. Заварной кофе, ну, типа хороший кофе. Ну, на самом деле, конечно, он далекий от хорошего кофе, потому что все-таки вы должны понимать, что это Египет. Вот, то есть только кофе в этом баре вы можете попить. А, возможно, еще чай. И справа от ресепшена у нас находится лобби-бар. Ну, собственно говоря, самый главный бар. Очередь бывает, но бывает в основном только во время вечерней программы. Хотя тут во время вечерней программы есть еще один бар, куда можно сходить. Поэтому, ну, смотрите сами, где вам удобнее. Итак, вот он лобби-бар. Напитки, по-моему, пепси сами вы себе не наберете. То есть его наливает бармен. Пиво, пиво идет только из бутылок. Его тоже наливает только бармен. Бутылку целую вам, естественно, не дадут. Ну, обычные юпи. Там типа смузи. Ну, короче, фруктовый лед. И, значит, из алкоголя отель предлагает такую концепцию коктейлей. Ну, все из местного алкоголя. В принципе, я не спрашивал, есть тут импортный алкоголь или нет. Ну, если он есть, он, конечно, будет только за доплату. А бесплатно, то есть по концепции отеля, будет у вас только местный алкоголь. Ну, естественно, коктейли из этого алкоголя. Итак, выходим, друзья, на открытую площадку. И вот тут, на этой открытой площадке у нас находится сцена. Сцена, на которой проводится анимация. Вечерняя мини-диско для деток. Потом развлекательная программа для взрослых, друзья. Есть вот столики, стулья. Учитывая то, что отель сейчас заполнен примерно на 85-90%, а возможно, уже и больше. И это, друзья, в период пандемии. Смотрите. Значит, ну, столики всегда все занято здесь. До момента, пока закончится детская анимация. Потом, как правило, ну, с детьми уже туристы уходят отдыхать, спать. И тогда уже посвободнее. Так, это у нас, по-моему, спортбар. Если я не ошибаюсь. Сейчас мы посмотрим. Вот. Он работает. Ну, по-моему, он и днем работает. Но точно работает вечером. Не, это не спортбар. Спортбар это вон слева. Вот спортбаре ни разу не было. А вот в этом напитке я брал. И даже брал днем. Днем, днем, после после четырех часов дня. Кстати, друзья, смотрите, вот у нас канал декоративный. Так вот, по этому каналу плавает каноэ. И вечером можно покататься на каноэ. Мы, конечно, это делали с семьей. По-моему, это даже бесплатно. Но если вы дадите один доллар чаевых, это, конечно, будет приветствоваться. И, кстати, смотрите, на этой же площадке, где проводится анимация, вот сейчас они накрыты тканью специальной для защиты от солнца, находятся бильярдные столы. Тоже вечером вы можете поиграть в бильярд бесплатно. Я не играл, я не любитель, ну, а туристы вижу, постоянно играют. Ну, что, друзья, давайте дальше посмотрим инфраструктурную часть отеля имеется в виду именно горки. Какие же есть горки в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды. То есть, самое ценное, что есть в отеле. Погнали! Итак, вот у нас первый бассейн с горками. Это горки для деток немножко постарше, наверное, примерно около 10 лет. Значит, у нас есть три горки. Естественно, есть правила пользования этими горками. и, значит, глубина этого бассейна, где три горки, у нас 80 сантиметров. За ним идет небольшой аквапарк для совсем маленьких, ну, как совсем маленьких, нашей Катюшке три годика. Вот она и каталась с этих горок в первый день нашего прибытия. Глубина этого бассейна 40 сантиметров. Друзья, водичка в бассейнах по состоянию на 15 ноября прохладная. Прохладная, даже холодная. Многие туристы обижаются и возмущаются, что им говорили, что работает подогрев. Друзья, подогрев работает именно в бассейнах, где нету горок. И он работает на усмотрение отеля, то есть, имеется в виду, отель смотрит и потом, если он считает, что уже пришло время, он включает подогрев. То есть, по желанию туристов подогрев просто так не включат. Кстати, да, конечно же, возле бассейна есть шезлонги и зонтики. Ну, тут шезлонги пластиковые, в принципе, в нормальном состоянии. Тоже есть павильоны, они бесплатные. И, кстати, возле этого бассейна есть детская площадка, там, где ваши дети могут поиграться, побегать, покататься на горках без водички. Ну, в основном тут играются уже вечером после захода солнца, детки. Хотя, освещения тут особо как бы возле этих горок то и нету. Именно тех возле этой детской площадки. Переходим через канал, по которой плавает каное и идем смотреть уже взрослые горки, друзья. как правило, каждый комплекс взрослых горок имеет свое название. Ну и сейчас мы, когда подойдем к этим горкам, буду рассказывать вам и показывать, как это все выглядит, какое название имеют горки и насколько это интересно. Вот еще один канал, друзья, за который я вам не рассказал. Сейчас мы подойдем туда ближе. Я вам это покажу, что это за канал. Вот и в чем его особенность. Значит, смотрите, глубина этого канала 160 сантиметров и вот тут вы можете поплавать. То есть, это ленивая речка, где вы можете, условно говоря, на надувной лодке с вёсками проплыть по этому каналу. дочку с супругой не пустили. Моей дочке три годика и видите, ее не пустили сюда плавать. Поэтому, ну, а сыну, которому 9 лет, его без проблем сюда пускают. Кстати, мы еще так и не плавали. Надеюсь, успеем поплавать, потому что время у нас уже поджимает. Вроде бы поехали на неделю. У нас восемь светловых дней. Реально, как бы, ну, немножко не хватает времени. Все равно. Я бы так бы, наверное, 9-10 ночей бы рекомендовал бы ехать. Но, друзья, 9-10 ночей грандиозно, невыгодно получается по цене. Если сравнивать, например, 7 ночей и 9 ночей, то цена грандиозно разная получается. И на этом моменте я заканчиваю обзор первой части отеля Альбатрос Акваблю 4 звезды. Аквапарк, горки, покатушки на горках для взрослых, в том числе и для взрослых детей, будет в отдельном видео на моем канале. На этом все, ребят. Если у вас есть вопросы либо отзывы по отелю Альбатрос Акваблю 4 звезды, обязательно пишите их в комментариях под этим видео. Не забывайте подписываться на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok